Налоговое законодательство в 2023 году значительно изменилось. Одна из особенностей состоит в том, что сведения о выплаченных доходах обязаны предоставлять по всем физлицам ранее. В этот список входили только иностранцы и ограниченный круг наших сограждан. Сведения о доходах физических лиц обязаны представлять государственные органы, белорусские иностранные международные организации, представительства иностранных организаций, белорусские индивидуальные предприниматели, нотариальные палаты, нотариусы, осуществляющие деятельность нотариальных бюро. Периодичность представления сведений ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим календарным годом. Порядок представления сведений о доходах физических лиц установлен постановлением Совета министров Республики Беларусь от 7 апреля 2021 года номер 201. А вот представить эти сведения можно в электронном виде в налоговый орган по месту постановки на учет или на портал Министерства по налогам и сборам. Сведения представляются в электронном виде одним из четырех способов. Первый – при помощи бухгалтерских программ и веб-сервиса, позволяющего отправлять заполненные и подписанные электронно-цифровой подписью, через личный кабинет плательщика, вход в который осуществляется путем использования электронно-цифровой подписью, при помощи программного обеспечения «Армплательщик». Для налоговых агентов, не имеющих электронно-цифровую подпись, сведения формируются при помощи «Армплательщик» и предоставляются на цифровом носителе в налоговый орган по месту постановки на учет. Форма сведений о доходах установлена приложением 9-м к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15 ноября 2021 года номер 35. Актуальные вопросы по вышеуказанной тематике будут размещаться в электронном сервисе «Вопрос-ответ» на сайте Министерства по налогам и сборам.